Всем привет! Меня зовут Снежана и рада видеть вас на канале Bird Space. S это Снежана, Снежана это S. Всем добро пожаловать на канал Bird Space. И сегодня будет такое долгожданное для многих видео, а именно Как отучить вашу попугаю кусаться. И да, это частая проблема, но она может появляться вследствие разных причин. И очень важно найти эту самую причину. И сегодня мы поговорим о нескольких таких способах. Я надеюсь, один из них вам подойдет. Если нет, то оставайтесь со мной, подписывайтесь, потому что об этом мы еще с вами поговорим. Прежде чем начать устранять проблему укусов, вам нужно узнать, почему попугай кусает. Попугай использует свой клюв по огромному количеству причин. Для исследования мира вокруг себя, в качестве третьей ноги и для перемещения. И, конечно, как способ коммуникации, особенно с нами, людьми, но не только. В естественной среде обитания единственным сценарием дико агрессивного поведения и травмирования соперника будет являться защита своего гнездовья. То есть гнезда. Агрессивное поведение в период размножения, вплоть до кровавых укусов, естественно, для попугая. Вместо укусов в естественной среде, птицы будут просто показывать агрессивное поведение, когда они хотят защитить что-либо. Будь то ветка, на которой сидят, либо же еда, а может быть просто защита территории. Чаще всего такой конфликт завершается тем, что вторгнувшись на чужую территорию попугай улетает. Сбоку для человека это выглядит, как будто птица ругается, делает резкие выпады и открывает клюв, но не наносит, как правило, увечь. Точно так же попугаи в домашних условиях пытаются показать нам клювам, чего они хотят на самом деле. К сожалению, из-за маленьких помещений, в которых живут птицы дома, травмировать могут не только человека, но и сородичи. Банально из-за того, что, во-первых, стаи выбирали не они сами, а подбирал человек, и птицы не обязаны хорошо лазить со всеми сородичами. И второе, это катастрофически маленькие помещения и недостаток пространства для разделения территории каждой особи. Вернемся к укусам. Почему попугай кусает? Это может быть как выученное поведение, когда птицы прошлых хозяева плохо относились, например, бросали в него что-то, замахивались руками. Это научило птицу обороняться и агрессировать. И второе, это инстинктивное поведение. Инстинкт у попугаев это то, о чем мы говорили с вами ранее. Гормональное поведение прикладки при защите кого-то или чего-то из-за страха, в том числе. Попугай может стать более агрессивным, когда начинается половое созревание, либо же это сезонное половое поведение. И сейчас на примере Алекс я покажу, как лучше не делать. Вот птица, ее максимум можно гладить по голове против шерсти, на самом деле напротив пера, и иногда еще можно по лапкам. Ну, не все птицы это любят, но все же. Вот это вот все. Вот это, вот это, вот это. Это плохо. Вот видите? Ну, она сейчас укусила, потому что я больно сделала. Это даже не укус, по сути. Ну, вот так вот делать нельзя, потому что это все провоцирует половое поведение. И даже птица может начать вас считать своим партнером и прогибаться. Такое тоже бывает. Для этого я купила Алекс с самца, чтобы у нее такого не было. И это все прекратилось, и сама ее стараюсь больше так не трогать. И половое поведение может проявляться не только из-за того, что вы неправильно трогаете птицу. Есть периоды, когда птицы действительно могут немножко гормоны, скажем так, шали. Птица будет агрессировать. Также, если вы ставите гнездовые домики, все вот в этом роде, то провоцирует половое поведение и даже размножение. Естественно, птица может начинать охранять свою территорию, свое потомство и может вас кусать. Обычно это проходит с окончанием клада. Ну, а сезонное поведение проходит точно так же. Не забывайте, что в любой период жизни птицы нужно правильно кормить. О том, как научить птицу питаться фруктами и овощами, я оставляю одно видео, второе видео. И также дублирую их в описании, потому что это важная составляющая, в том числе для здоровья вашей птицы. И да, даже это может повлиять на укусы вашего попугайчика. О размножении пояснили. Также я видео снимала о размножении, о его, скажем так, плюсах и минусах. Опять же, дублирую вам все, оставляю. Если вы будете пытаться заставить попугая делать то, что он не хочет, то он вас, скорее всего, укусит. Попугай легко может укусить, когда вы засовываете руку в клетку и пытаетесь заменить еду. Это защита еды. Также укусы в клетке – это защита территории. А также попугай может кусать вас, человека, сидя у другого человека на плече. Почему? Он таким образом может защищать и человека, на котором сидит, и свою территорию одновременно. Что же касается молодых попугаев, то они могут кусать все новое из любопытства и таким способом изучать мир вокруг. Для малышей приемлемым способом отучения от укусов будет не поощрение таких действий. И непосредственно после укуса следует снимать птичку с руки и не трогать какое-то время. Попугай молодой будет понимать, что на этом этапе укусов веселье заканчивается. Таким способом можно отучить его от укуса. Это были общие сведения, почему попугай кусает. Напишите, так ли у вас это происходит с укусами в комментариях. Все это было очень важно, потому что вы должны следить за языком тела птицы, чтобы выяснить причину укусов именно вашей птичке и дали с ней конкретно работу. А теперь перейдем к советам, которые вы должны выполнять, чтобы попугай перестал вас кусать. Первое и самое важное – сформировать дружеские отношения с вашей птицей. Прошлые хозяева могли напрочь разрушить отношения птицы с человеком. Вам нужно их восстанавливать. Оставлю ссылку в описании на видео о первых днях попугая дома и видео о приручении и адаптации. Это база, с которой нужно начинать. В этот период не только вы приручаете птицу, но и сами учитесь понимать ее повадки и характер. Установление доверительных взаимоотношений требует время. Не думайте, что за день или два сможете получить доверие попугая. Все постепенно. После того, как прошел период адаптации, и птица уже более-менее вас не боится после приручения, вы все еще замечаете то, что попугай вас кусает, агрессирует. Да, тогда можно начинать с этим действительно работать. И второй совет именно для вас, а не для вашего попугайщика. Вы должны уважать птицу и не лезть агрессивно в ее пространство. Не нужно пытаться быть ее владельцем и главенствовать. Вы оба умные существа, и в данном случае важно равенство, а не доминирование. У попугая должна быть возможность быть наедине и заниматься тем, чем ему нравится. Все примеры игрушек и фуражилок оставлю в описании. И также вы можете по ссылке в инстаграме вдохновиться этими изделиями и заказать в любую точку мира, полный набор необходимых товаров для птиц, который поможет вам и вашей птице наладить взаимоотношения. Обязательно позаботьтесь, чтобы у птицы был стенд. Да, это действительно важно, чтобы у попугайщика была территория вне клетки. И там вы можете с ним общаться, либо же в момент, когда он к вам прилетает. Но как вы сами понимаете, стенд это не все. Птице нужно работать клювом. И да, укусы отчасти могут быть из-за того, что у птицы банально нет погрызушек. Ей нужно вымещать свою агрессию на них, нужно вымещать свою энергию. И если птица сидит днями в клетке, не летает, у нее нет дерева, какой реакции можно ожидать? Да, действительно, из этого может вылиться агрессия. Она может быть не только из-за того, что она ее грезет, это сумма факторов плохого содержания. Но в целом обеспечьте свою птицу качественными, хорошими деревянными изделиями. Будь то дерево, погрызушки, обязательно наличие фуражилок, чтобы птица могла думать. В фуражилке такие игрушки, в которые можно прятать еду. И птица будет их добывать, добываясь на еду или вкусняшки. Помните о принципе друзей. Если вы оба хотите, вы идете гулять. Если друг вас приглашает в гости, а вы хотите навестить друга, тогда и только тогда встреча состоится. Вы никогда и никого не заставите дружить с вами насильно. Третье и очень важное. Использовать совет, о которых мы говорили, касающийся языка тела птицы. Научитесь понимать, какие действия вы повторяете, которые приводят к укусам. Старайтесь их не совершать. Если нельзя их исключить, их необходимо изменить и использовать позитивное подкрепление. Всегда приносите вкусную еду в виде поощрения за то, что вас пугайчик не кусил. Поощряйте любое правильное поведение птицы лакомством. Можно будет заниматься кликер-тренингом, но об этом поговорим чуть позже. На данном этапе ваша задача заставить вас ассоциировать вашего попугайчика с чем-то приятным и не опасным. В лакомстве можете использовать чумизу, синегайскую опроса, семечки. Но не переусердствуйте. Нужно понимать, что нельзя агрессировать в ответ на агрессию, хотя укусы это не всегда агрессия. Не размахивайте руками, не прогоняйте его. Просто успокойтесь, если нужно, выйдите из комнаты. Помните, попугай не кусает без причины. Вы несете ответственность за попугая, и ваша задача минимизировать такие акты агрессии и понять, почему они происходят. Принцип такой. Вы должны подумать и составить схему. Каждый раз, когда я делаю это, мой попугай меня кусает. И так добраться до корня проблемы, избегать этих действий и продолжить позитивное подкрепление. Но на самом деле, я даже не хочу выносить в отдельный пункт. Именно, наконец, вынесла такие важные и основополагающие вещи, как качественное и правильное содержание пугая, питание, ежедневные многочасовые полеты. Наличие полетов ежедневных очень хорошо влияет не только на здоровье птицы, но и на психологическую составляющую. Поэтому, пожалуйста, если этого еще нет, вот посмотрите, как изменится ваша птица в две недели ежедневных полетов, и как только вы замените все игрушки на деревянные. Почему мы говорим об этом только сейчас? Потому что владельцы попугаев в первую очередь должны задуматься о комфорте и здоровье птицы. А уже потом о том, как с ней играть, если это слово вообще подходит для попугаев. Все видеосодержания постепенно появляются на канале и в инстаграме. Следите, чем питается попугай, хорошо ли он и достаточно летает, не изменился ли вес, и даже обращайте внимание на помет птички. Пятое. Да-да, тот самый истинный пятый пункт. Советы по оставлению птицы наедине после того, как попугай укусил. Или же советы по типу говорить попугай «чи-чи-чи», когда он укусил, и махать пальчиком. Почему это работает и не работает одновременно? Оставить птицу в клетке на краткий срок, возможно, поможет ей успокоиться и остановит птицу от укусов. Но это не очень пугает тому, что кусать это не ок. Очень часто волнистиков особенно советуют отучать таким вот способом от укусов. Птичка укусила, а ты к ней подходишь такой «нет-нет-нет, моя птичка, чи-чи-чи, не кусай». Ну, как вы сами понимаете, такой способ не будет работать на каких-нибудь арах или кокоду, потому что если вы вот так вот поднесете к этому клюву палец, то можете остаться без пальца. И поэтому не используйте этот способ на более крупных птицах, ну и на волнистях он, скажем так, тоже слабо работает. Сегодня я стараюсь максимально простым языком рассказать о всех аспектах, которые могут приводить к укусам и что с этим делать. Но если у вас еще остались какие-то вопросы или советы, вы можете всегда их написать в комментариях, чтобы другие люди также могли их прочесть или же я могла что-то вам рассказать из своего опыта. И, пожалуйста, поделитесь своими историями, поддержите пальчиком вверх и подпиской, мне будет действительно очень приятно. На деревянные игрушки оставляю ссылку в описании, чтобы вы могли посмотреть примеры, какие-нибудь, чтобы вы могли при желании приобрести их. И с вами была Снежана, Алекс и канал BirdSpace. Не делайте ток с птицкой. Все, всем пока, а меня сейчас будут хейтить за вот это. Все, пока-пока. С это Снежана, Снежана это С. Подпишись, пожалуйста, на канал BirdSpace.